Проблемный крепкий рубль, японские турбины и параллельный импорт голливудских фильмов. Это экономика главная. С вами Наталья Храмова. Здравствуйте. Глава Центробанка Эльвира Набиулина попросила правительства рассекретить больше данных об экономике России, сообщила газета Financial Times, ссылаясь на три источника. Об этом сегодня пишет коммерсант. «Недоступность экономических данных, в том числе корпоративных, создает проблемы для экономистов. Нам нужно вернуться к надлежащему раскрытию информации за некоторыми исключениями, чтобы инвесторы могли инвестировать в ценные бумаги», цитирует Эльвира Набиулина в Financial Times. По мнению экспертов, основная проблема в засекреченных данных банков и компаний. На российскую экономику эта закрытость практически не повлияла никак. Как более того, понятное дело, в определенной степени она способствует сохранению стабильности. О чем вообще идет речь? Значит, если говорить о публикации общей макроэкономической отчетности, то она как публиковалась, так и публикуется. И с заключением некоторых изъятий Росстат перестал, например, давать данные по внешней торговле. И данные по тому, что сейчас происходит, вот часть поставки на внешние рынки наших товаров экспортного назначения, ну, можно брать из международных данных, вот торговых баз данных, там, комптрейдер. Если разобраться в сути заявления Набиулина, речь идет об отчетности, которая необходима для эмитентов. Ну, вернее, не для эмитентов, а для тех, кто торгует там акциями конкретных компаний. Для того, чтобы можно было анализировать финансы этих компаний и правильно оценивать стоимость их акций на рынке и других там финансовых активов, привязанных к их деятельности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии для Financial Times заявил, у всех, кто участвует в разработке экономической политики, есть доступ к необходимым данным. Напомню, после начала спецоперации, среди прочих, засекретили данные о золотовалютных резервах и статистику таможни. В правительстве поясняли, что это необходимо для снижения санкционных рисков. Белый, черный, зеленый и все. Как минимум до марта машины-автовазы доступны только в этих трех цветах. А все из-за дефицита краски. Об этом газете «Ведомости» рассказали дилеры. Автомобили линейки «Гранта» производитель начал красить только в два цвета – черный и белый – еще с конца прошлого года. Нива доступна в темно-зеленом цвете, коммерческие «Лады» в белом. Уточняется, что другие цвета есть в единичном количестве. Раньше на выбор было представлено от шести до восьми вариантов. Представитель автоваза заявил, что вопрос регулярных поставок краски может решиться в ближайшей неделе. В Минпромторге уверены, что нехватка некоторых цветов не влияет на запланированные объемы производства и имеет краткосрочный характер. Ранее СМИ сообщали, что автоваз продолжает выпускать некомплектные «Лады Гранта», которые затем дособирают по мере поставки недостающих компонентов. В дефиците сейчас, например, электроусилитель руля. Русским Альянс может купить три российские газовые турбины «ГТД-110М» для завода СПГ в Усть-Луге. Эти машины установят вместо японских турбин «Митсубиши Хэви Индэстрис», которые ранее на фоне санкции отказались выполнять контракт, утверждают источники коммерсанта знакомые с ситуацией. По их данным, компрессоры для проекта могут заказать у Казань компрессор «Маша», но пока в линейке нет подходящих по мощности, их нужно разрабатывать. Уточняется, что окончательное решение о поставщике пока не принято, ведутся переговоры. При этом в любом случае изменение состава критического оборудования задержит сроки запуска СПГ-завода как минимум на год. Отмечу, Русским Альянс, который принадлежит пополам «Газпрома» и «Русгаздобыча», планирует построить в Усть-Луге завод по переработке и сжижению газа. Первую линию предполагалось запустить в конце следующего года. Кино будет параллельно. Предложения Совета Федерации по прокату иностранных фильмов без согласия могут реализовать в расширенном варианте. В Минюсте считают, что такую практику стоит внедрить и в онлайн-кинотеатрах. Об этом пишет коммерсант. Интересно, что правообладателям из недружественных стран, чьи фильмы будут принудительно лицензировать в России, ведомства планируют выплачивать вознаграждение. Минэкономики и Минкультуры в целом выступают против идеи параллельного импорта фильмов. Однако у Минюста позиция другая. Прошлым летом Госдуму уже вносили похожий проект, который как раз предлагал ввести принудительную лицензию и для онлайн- и для оффлайн-проката. Однако тогда его раскритиковали. Сейчас проект перевнесли, однако теперь его критикуют наоборот за недостаточную широту охвата. Да я думаю, что нужно импортировать и параллельно работать все, что угодно, потому что в большинстве своем решение, скажем, не работать с Россией, оно у производителя вызвано только политическими историями и опасениями внутренних каких-то санкций. Если бы не было, скажем, параллельного импорта, ну вот закона, который был принят в марте, ну до сих пор было бы все довольно-таки сложно. На сегодняшний день мы понимаем, что в страну попадают айфоны, в страну попадают тойоты, мерседесы и прочие комплектующие для промышленности. И здесь сохраняется некий паритет. С одной стороны, производители получают деньги и продают товары, с другой стороны, мы к потребителям их получаем. В то же время среди чиновников есть мнение, что Минюст прав и культура отмены авторских прав ударила по всем сферам, а не только по кино. И в этой ситуации логичным выглядит закон, который приняли в Белоруссии. Он ограничивает права на объекты интеллектуальной собственности для правообладателей из недружественных стран в обмен на выплаты. Один из крупнейших в мире инвестбанков Goldman Sachs начал выходить из российского бизнеса. Об этом РБК рассказали два источника на рынке инвестиций. По словам одного из них, портфель активов выкупил менеджмент компании. Сделка могла быть денежной, но с большим дисконтом, поскольку после начала СВО Goldman Sachs был готов выйти из бизнеса в стране, не считаясь с убытками. Отмечу, что среди основных активов банка доли в Headhunter Ciany Accelerate Limited. Это оператор дата-центров в России. 18 января на сайте того же Headhunter было указано, что в структуре акционеров компании появилась новая организация. Broomfield International Limited с долей почти в 3%. Тем временем доля Goldman Sachs похудела ровно на такую же часть. Однако сегодня эта компания исчезла с сайта Headhunter, а ее доля указывается как Free Float. Крепкий рубль подходит не всем. Об этом заявил замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. По его словам, если курс в 70 рублей за доллар можно назвать балансовым для российской экономики, то 60 рублей категорически не устраивает экспортеров, поскольку их бизнес становится нерентабельным. Торосов подчеркнул, что в 2023 курс национальной валюты будет находиться на уровне 70 рублей за доллар. Мы ожидаем курс на уровне в среднем 70 рублей за доллар, примерно как сейчас. Более широкий диапазон в среднем по году 68-72 рубля. На ослабление рубля играет восстановление импорта, в том числе за счет параллельного. Кроме того, объективно сократились нефтегазовые доходы, то есть прилив долларов в экономику стал меньше. От крепкого рубля страдает бюджет, который недополучает доходы. Эксперты, опрошенные РБК, считают, что в этом году курс рубля будет колебаться в диапазоне 65-75 рублей за доллар. По их словам, позиции национальной валюты зависят от торгового баланса, положения доллара на мировом рынке, а также денежно-кредитной политики российского Центробанка. Грузия без минусов. Страна продолжает пожинать плоды с геополитических сдвигов в регионе после начала спецоперации на Украине, пишет коммерсант. Рейтинговое агентство ФИЧ повысило оценку перспектив суверенного кредитного рейтинга Грузии со стабильной на позитивную. То есть с BB- до BB с перспективой дальнейшего роста. В отчете ФИЧ говорится, что Грузия смогла обеспечить очень высокий рост ВВП и снизить госдолг. Курс лари укрепился на 13% по отношению к доллару, а международные резервы выросли в 8 раз за счет быстрого восстановления туризма, а также, цитата, крупного притока мигрантов и капитала из России. Кроме того, успешно развивается параллельный импорт с перенаправлением транзитных потоков на Южно-Кавказский коридор. У меня на этом все. Далее в эфире «Рынки» с Никитой Макаровым и большой разговор про нефть и газ. Оставайтесь с РБК.